Ничто так не поднимает настроение, как хорошая песня, особенно спетая специально для тебя. Архангельский таксист Алексей Бессонов знает это, как никто другой. Потому свое такси он превратил в поющей нашей съемочной группе. Удалось на нем прокатиться. Здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что водители такси любят прокатиться с ветерком, а я предлагаю прокатиться с песней. Хорошо, давайте. Поехали. Я знаю точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет, и рыжую девчонкой теплою ото сна, в озявший мир придет весна. Вообще очень хочется вам подпеть, а подпевают пассажиры? Да, ну не всегда, но в большинство случаев, да. И самое, что интересно, стали подпевать больше мужчины. Алексей, а с чего все началось? Вот когда вы вдруг решили петь на рабочем месте, почему вы решили запеть на рабочем месте? Дело в том, что когда я начал таксовать, мне очень нравилось петь. И до сих пор нравится петь. Тут я решил попробовать, аж какова будет реакция, если я запою. Сначала очень боялся, конечно, потому что перебороть себя и запеть человеку незнакомому очень тяжело. Первый раз получилось, реакция действительно была ошеломительная. Мне очень приятно было. А как люди реагируют? То есть, это как разная реакция? Реакция абсолютно разная. Благо, что большая часть благоприятная реакция, но есть и резкое отрицание. А что говорят, не бойте? Это мягко сказано бывает. Но бывает и грубо по-русски. То есть, вы подбираете уже конкретно под человека песню или на обувь? Я стараюсь подставиться под человека. А когда человек садится, я примерно определяю его возраст и стараюсь под этот возраст подобрать репертуар. А под меня подберите песню? Под вашу песню? Что? Алексей, а вы когда-нибудь пробовали перевести километров песни? Вот сколько примерно за день напеваете? Ну, в среднем я себя проезжаю от 200 до 300 километров. В среднем, ну, песен 30. А в детстве вы кем мечтали стать? Как ни странно, певцом. Ну, в общем-то, ваша мечта сбылась. Да. А сейчас вы о чем мечтаете? Сейчас мечтаю. О благополучии в семье для меня это самое главное. Алексей, а не отрывают от дороги пение? Кстати, это главный вопрос. Многие пугаются, как бы, говорят, как вы успеваете петь и следить за дорогой и петь. Ну, могу сказать проще. Я, ради чем петь песни, я их выучиваю. А вам это помогает, может быть? Петь? Да. Честно, да, помогает, потому что, когда поешь, становится спокойнее на душе. То, чтобы сказать, миссия, а мое стремление принести людям радость, помогает. Иногда люди спрашивают, а что у вас есть из репертуара, то, что мы знаем. Я говорю, такое-такое-то, да, давайте включим. И действительно начинают петь. И дуэт прямо складывается? Бывает, кстати, одна попалась девушка, она из Санкт-Петербурга, она профессиональный певец. И у нас получился дуэт, в общем, мне очень понравилось. Они просят, прокатите еще кружочек, мы еще хотим послушать. У девушки был день рождения, и они с молодым человеком сидели сзади. Когда я песню запел, они смотрели, где-то вы поете, да. И, наверное, мы по городу покатались два с половиной часа. Ну, вот мы на месте, вы довольны проездкой? Я довольна не только поездкой, я довольна тем, что день у меня сегодня начался с песни. Спасибо вам большое, мои аплодисменты. Спасибо, очень приятно, что вам очень понравилось. На своем поющем такси Алексей Бессонов доехал и до нашей студии. Сегодня он гость программы PS-Inform. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, километры в песне переводили? Ну, в принципе, да. И сколько вы примерно напеваете? Напеваясь и за день, то минимум 100-300 километров. Ну, расскажите вот этот процесс, опишите его. Как вообще происходит процесс выбора песни? Вот садится к вам пассажир. Что дальше? Пассажир садится. В принципе, я в первую очередь смотрю возраст, настроение, в принципе, черты лица. И начинаю потихоньку подбирать под него песню. Если вижу, что человеку что-то не нравится, я перехожу в другую, которую на рассмотрю человек спокойнее. И начинаю переходить на караоке-версии, начинаю петь. Ага. То есть реакцию прощупываете, да? Да, конечно. А бывает такое, что смотрите, ну, явно человек плохо отреагирует, не буду. По каким вообще-то признакам определяется? Ну, как бы человек обычно сразу говорит либо да, либо нет, либо удивляется. Самое главное, для меня самое главное, если человек заулыбался, все, я понимаю, что я могу для него петь, и у него поднимается настроение. Ну, вот вы говорите, определяете настроение. Как вы определяете настроение? Улыбка. А к вам все пассажиры садятся в хорошем настроении? Не всегда. Улыбаются? Очень нравится, когда особенно женщины, либо мужчины хмурые, очень вот о своем забитые мыслями, и ты потихоньку начинаешь прибавлять звук, и начинаешь вступать, петь. Люди сначала неудумленно не понимают, либо эта песня играет, ну, почему как-то звук не играет не из динамиков, а где-то внешне, изнутри. Потом понимаешь, что я пою, у них появляется улыбка, и мне это очень нравится. Ну, а в детстве вы кем мечтали стать? В детстве я очень хотел стать певцом. Почему? Ну, потому что это центр внимания. Ну, наверное, выступали где-то. Ну, было, да, пару раз, но профессионально никогда не занимался вокалом. А сейчас что делает вас счастливым? Счастливым. Вы вообще счастливый человек, кстати? Да, очень. Почему? Ну, потому что у меня есть дети, что немаловажно. У меня есть любимая жена, которого подарил мне замечательного сына. А какая песня для вас символизирует счастье? Самое очень интересное, слово, недавно, можно сказать, лет 6 назад, я познакомился с очень хорошими ребятами, и они мне, как правильно сказать-то... Научили. Научили радоваться жизни, потому что эти ребята с нуля поднялись и начали выступать на очень серьезном сцене. Мне очень нравятся их песни, и так как они не только поют, но и сочиняют сами. Например, спойте нам. Ну, группа «Достучаться до небес», песня «Ну как дела», например. Давайте исполните. Было время, мы вдвоем, подождем, бегом потом, кофе и плед, ездили мы на метро, и в кино на выходной брали билет. Это было как вчера, разбежались-то куда, но кажется мне, вряд ли совпадение, много тысяч на толпе увидят тебя. Ну как дела, твои дела, так всего и не расскажешь. Ну как дела, твои дела, обо всем поговорим. Алексей, я вновь вам аплодирую. Спасибо. Браво, спасибо вам большое, что пришли и подняли нам настроение. Большое спасибо.